Привет! Сегодня мы поговорим о том, как можно потерять 1 миллион 200 тысяч рублей, сотрудничая с нашей компанией. В общем, будет интересно. Досмотрите видео до конца, мы начинаем. Интригующее начало. И это не кликбейт, это действительно так. Человек, которого зовут мистер О. Не буду называть имен, фамилии. Я вам сегодня расскажу просто очень интересную историю. Человек потерял 1 миллион 200 тысяч рублей, сотрудничая с нашей компанией, не сотрудничая с нашей компанией. Это очень запутанная история, я сейчас вам кратко расскажу. В общем, вчера, 17 декабря, я возвращался с офиса уже домой, все было вообще классно, как всегда. И приходит сообщение с фотографией, скриншотой о том, что какой-то человек связался с главным WhatsApp-ом нашей компании, наша офиса, который размещен у нас на официальном сайте, и пишет, можно узнать о статусе моего договора заключенного с вашей компанией. Ну, можно, почему нет, если заключали. Только переписки тогда этого никакого не было. Ну, выяснили, посмотрели, что-то какой-то кривой номер договора, что-то и реквизиты какого-то физического лица указаны в договоре. Ну, и просто непонятная какая-то ситуация. Начинаем разбираться. Оказывается, что человек... Как вот вы все выбираете машины? Вот вы же думаете, что компании-мошенники, компании зарабатывают 100, 200, 300 тысяч с машиной и всех обманывают? Ну, у вас же такое восприятие. Поэтому, наверное, на меня смотрите. Потому что хотите улечить в чем-то. В общем, я вам сейчас расскажу, как это происходит. Люди, есть разный контингент, есть разная аудитория, она в разных источниках находится. И каждые люди мыслят по-своему, живут по-своему. И в медиапространстве, и вообще просто находятся в своем вакууме, и не понимают, что происходит вокруг. Но есть и другой контингент людей, которые все смотрят, все понимают, но почему-то в конечном итоге оказываются в такой ситуации. И человек посмотрел там наше видео, понравился ему степ-вагон. И полез, естественно, смотреть. Цена, но Дима же по-любому обманывает. И по-нет-транзит вообще нечестная компания. Поэтому мы куда идем все? На дром.ру, на авито, как я узнал, тоже туда ходим. И смотрим автомобили в пути, под заказ. И там цены просто обалденные. Я бы сам там, честно, покупал себе автомобили. Потому что я когда там сцены смотрю, думаю сам, что я что-то много зарабатываю. В общем, там находят варианты степ-вагонов. Новый степ-вагон, офигеть, снова рестайлинг, там, наверное, гибрид. Просто в бешеной комплектации, там, в массаже, все, что нужно есть. И всего лишь за миллион двести тысяч рублей по честному офигенной машине. Ну, естественно, человек звонит. Человек звонит, спрашивает, что там, что за машина и так далее. Ему говорят, что машины такой нет. Это объявление рекламное, но мы вот суперкрутая компания. Япония транзит мы называемся. И мы можем вам привезти классную машину за недорого с аукциона Японии. Но человек все думает, классно, вот они, ребята. Я же их ролик-то смотрел. Вроде там-то он обманывает на ютубе. А вот на вид это все честно выкладывает. Объявление Дмитрий, автоакционная Япония. Это я, наверное, по всей видимости, как думал человек. Естественно, это не я. И заключается договор, угадайте какой, наш, который у нас на официальном сайте, в открытом доступе, мы ни от кого его не скрываем. Человек скачал наш договор, изменил реквизиты, поменял мне отчество на Михалыча, судя по всему. Там я Клатаевский, ДМ, а не Дмитрий Александрович. Вот, и реквизиты какой-то непонятной женщины. Договор заключили, человек оплатил на карту этой женщины 15 тысяч рублей. Человек ему рассказал схему работы, продавец с нашего сайта. Все сходилось слово в слово. Видимо, это наш подписчик. Недолго тебе осталось быть нашим подписчиком. Ну, в общем, ситуация такая, вот, интересная. И потом отправляются варианты, согласовываются ставки. И все, как обычная сделка. Человек ничего не подозревает, даже не заходил на наш сайт. Ему достаточно было авито и частных объявлений. Вот, и потом ему сообщается о том, как это вообще происходило. Отправляются два варианта. Просто картинками. Просто картинками. Ни с ссылками, ни с нашего сайта, ниоткуда. Просто картинками. Отправляются варианты. И говорят, вот две машины. Бюджет у человека миллион четыреста рублей на спадок Успири 17-го года степ-вагона. Миллион четыреста. Сейчас он стоит 1,8 минимум. Ему отправляются вот такие замечательные, красивые картинки. Четырех с половиной баллов машин по 30 тысяч пробега. И говорят, вот есть два варианта. Пожалуйста, на какой делаем ставку? Человек ставит на два, потому что варианты-то бешеные. Человек ему потом перезванет продавец. Чуть попозже. Дмитрий, вот я, видимо, ему перезваниваю. И говорит о том, что ну первый ушел дороже, а вот на второй, если еще 30 тысяч добавите, то купим точно. Ну добавлю, что 30 тысяч, варианты хорошие, 40 тысяч пробега всего. Все мне вокруг говорят, миллион восемьсот, а тут за миллион четыреста тридцать получается. Дешево, выгодно. Надо брать. Потом через все, через какое-то время перезванет. И говорит, все, ставка сыграла. Все, поздравляю. Вот он ваш, офигенный серебристый степ-вагон. Вот так он выглядит. Тут по-любому все уже видели. Я вам все тут вставляю, показываю, подтверждаю каждое свое слово. И в общем, все, классно. Что делаем потом? Потом отправляется invoice с почты, которая идентична нашей, но только не Яндекс.ру, а Mail.ru. Одинаковый адрес gptransit.sobacomail.ru Если я не ошибаюсь, ну мы тут ставим, покажем. То есть наша почта, типа наш бухгалтер, отправляет этому человеку, типа нашему клиенту, invoice. Invoice с российскими реквизитами, куда нужно платить деньги. То есть физическому лицу, то есть какой-то женщине непонятно, которая до этого 15 тысяч переводились. И человек переводит, переводит 1 миллион 200 тысяч рублей практически. На карту. Как он такой? За свой автомобиль, который ему обещают погрузить просто по щелчку пальца через неделю. Ну, суперзроки, суперпредложения. Ну, все просто по-честному идет. Как бы, ну, невозможно не поверить. Вот. Все, человек оплачивает еще 1 миллион 200 тысяч рублей. Продавец, который представляется моим именем, говорит, что это я. Наша компания работает по нашему договору. Подделал нашу печать. Ну, не идентичная, она не такая, как у нас. Но там наши реквизиты, наши ННН, наше ООО. И это охренеть. Я просто охренел, друзья. Ну, вы в своем уме, вы вообще, я не знаю, ну, смотрите наше видео. Смотрите видео других людей, кто об этом говорит. Это реальное мошенничество. Это реально люди теряют деньги. Ну, просто там, в гостинку в каком-то потенциальном городе человек просто подарил местному какому-то, даже не знаю, можно людьми таких называть, персонажа. Но факт остается фактом, и все. Потом дальше вот эта вся ситуация, человек просто натыкается на наш сайт, смотрит, что у нас есть вкладка для клиентов, смотрит, что можно отслеживать по номеру кузова сайту своего автомобиля, вбивая туда номер кузова своей машины, которая, к слову, ему отправлялись варианты в декабре, на которые можно поставить не ссылками, а просто картинками. И впарили ему машину, которая в октябре уже была продана за больше, чем 2 миллиона рублей. во Владивостоке, ему впарили эту машину через 2 месяца, и сказали, что вот именно ее мы вам купили. Просто охренеть. Вот, и что, в чем суть? Он отыкается, естественно, там не находит, и заканчивается история здесь тем, с чего я начал. Он пишет нам, и узнает, что ничего нет. В итоге я сегодня весь день потратил на то, чтобы кататься с юристом, смотреть, разговаривать, писать правильное заявление. Сейчас будем этому человеку помогать тоже писать заявление. Я надеюсь, что в нашей стране это уголовное наказание, когда один человек может себе присвоить под именем другого какую-то сумму денег, и перед Новым годом сделать себе крутой подарок. Наверное, он сделал какой-то себе подарок, по-любому. Но этот человек, скорее всего, смотрит нас, скорее всего, смотрит это видео, и, ну, наверное, не получится уже деньги вернуть. Наверное, придется сидеть таким людям. Вот, в общем, история такая, интересная. Мы все прикрепим, все документы, кому что нужно скинуть, мы скинем. Эта история реально, она настоящая, и мы, естественно, никак не замечены. У нас нигде нет объявлений в пути под заказ, нигде. Единственная вкладка – это на нашем сайте. Наши автомобили, которые куплены за наши деньги, они продаются нами. Если вы смотрите Авито, Дром, какие-то сторонние площадки объявлений, какие-то там сахкомы и так далее, все что угодно, там, ваши местные, региональные форпосты и так далее, нигде нет наших объявлений. У нас есть карточка продавца на Дроме, но нет ни одного объявления. Вот, поэтому, если вы это видите, бегите. Все официальные контактные данные, как можно с нами связаться, указаны всегда в описании, в любом видео на Ютубе или на нашем официальном сайте. Пишите «Япония транзит», не ошибетесь, он у нас один. В общем, друзья, будьте умнее. Я думаю, миллион двести не так просто в наше время зарабатывается. И дарить его каким-то мошенникам не нужно. Это лишнее. Будьте здоровы, с наступающим праздником у вас. Такая ситуация есть, и будет какое-то продолжение. Если в итоге следствие даст этому ход, я обязательно об этом расскажу. Всем удачи. Пока.